Вот первая отмычка, которая даже вот тут вот. Видно, что ей пользовались неоднократно. Вы знали, что обычным вантузом можно вскрыть дверь любого импортного автомобиля? А то, что в лихие 90-е авто угоняли, прострелив замок из пистолета или автомата? Эти и другие способы угона коллекционирует Бурнаульский музей. Узнать можно о том, как угоняют, чем угоняют и чем защищаются от угонов. То есть у нас две половины музея. Я говорю, одна черная, а вторая белая. То есть одна, которая угоняет, а вторая, которая защищается. Более 700 экспонатов собрано в коллекции музея автоугона имени Дульцева-Деточкина. Среди них есть и самые первые примитивные отмычки для советских авто, и более современные заглушки, программы, приборы для взлома дверей, воровства ключей, отключения сигнализации. Также в музее есть поддельные номера и запчасти угнанных авто. Изобретательные угонщики использовали для своих целей даже такую незамысловатую игру, как Тетрис. Как это работает? Они разбирали микросхему, перенастраивали ее так, что она могла улавливать частоты сигнализации, и после с этой информацией они уже изобретали заглушки. На полках защиты от автоугона капканы, рыболовные крючки, которые прятали под педали сиденья, а также более современная оборона от воров. Скрытые камеры, красящие вещества, дистанционное управление. Экспонаты привозят со всего мира, поскольку Барнаульский музей – единственный, который посвящен теме автоугона. Именно поэтому он вошел в топ-6 самых необычных в России. Правда, для его создателей это оказалось полной неожиданностью. Честно говоря, мне наш экскурсовод вчера позвонил и сказал, что вот ты читала. Я говорю, нет, я не читала. И я, признаться, вообще даже не подумала, что РБК, что-то еще. А я думала, она газету какую-то купила. Думаю, она сейчас принесет какой-то справочник, чтобы посмотреть, почитать. В музей автоугона часто приезжают иностранцы и туристы со всей страны, а вот барнаульцы приходят намного реже. Хотя посмотреть здесь есть на что. Например, недавно в экспозиции появилась точная копия «Волги» из известного советского фильма «Берегись автомобиля». Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль.